Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ксения Колесниченко, я программист компании BI-Consult. Мы с вами будем выполнять все задания марафона DataYoga по Clixels и начнем с задания четвертого дня. Мы создаем новое приложение, нажав на соответствующую кнопочку и назовем его, например, «Расходы на мобильную связь». Открываем приложение и первым делом добавляем данные из источника. У меня данные хранятся на компьютере. Мы видим, что автоматически определился тип файла. И здесь слева будет перечень листов, которые включаются или не включаются. Если они включаются, то у них стоит такая галочка. Если не включаются, то не стоит. У меня в источнике данных всего один лист и там всего одна таблица. У меня автоматически подгрузились названия меток, встроенные имена полей. Но если бы это не были метками, то у нас они бы пошли в качестве источника данных. Если на первой строке находятся не метки, не имена полей, а что-то другое, нам, например, нужно первую строчку, вторую строчку сделать заголовками, то мы что делаем? Жмем вот здесь кнопочку «плюсик» и в качестве заголовков идет первая строчка. А если мы хотим сделать заголовком третью строчку, то мы жмем еще раз на «плюсик» и получается вот так. И мы нажимаем кнопочку «Добавить данные». Мы создаем наблюдение и начинаем смотреть, какие вопросы нам поставили ребята из Data Yoga. Нам нужно определить, начать с того, чтобы посчитать, какова итоговая сумма потраченных денег за мой период. У меня в источнике данных цена, то есть это цена за единицу, услуги за один мегабайт интернета или за одну минуту разговора. И количество потраченных минут или мегабайтов. Их произведение идет в столбец с названием «Стоимость». У меня есть замечательная диаграмма, которую я возьму себе в работу, которая называется «Суммирование стоимости». Если вдруг у вас нет такой диаграммы, ничего страшного, возьмите любую ту, где в разделе «Меры» идет «Суммстоимость». Ну или сами их укажите на любой другой. И нажмите кнопку «Добавить на лист». Если у вас нет такой диаграммы, я расскажу вам позднее, как ее заменить. Второе, с чем нам нужно определиться, найти топ-3 любимых номеров по количеству звонков. Что нам нужно сделать? Мы идем в раздел «Номер телефона». Вот мы видим, что здесь замечательная табличка, которая суммирует стоимость, суммирует расходы по каждому из номеров телефонов. А нам на самом деле нужно суммировать не стоимость расходов, а нам необходимо посчитать количество, count, но не стоимостей, а номеров телефонов. И здесь мы тоже жмем кнопку «Добавить на лист». И последнее, что нам необходимо сделать, это посчитать, сколько гигабайт интернета зарасходовалось на музыку, соцсети и серфинг. Мы идем в раздел «Расход МБ». Мы видим, что… Да нет, похожие даже таблички. Давайте посмотрим в разделе «Тип расходов». Вот, замечательно. В разделе «Тип расходов» у нас появилась вот такая диаграммка, где есть музыка, серфинг, соцсети и телефон. И считают они, суммируют расход мегабайт. Мы тоже нажмем здесь кнопочку «Добавить на лист». И открываем «Мой новый лист». Вот здесь вот нажимаем. Мы видим, что здесь появилось три диаграммы, которые мы хотели. Мы их приведем в порядок, потому что, ну, все-таки вот то, что мы здесь видим, это не совсем красиво, да? Мы жмем кнопку «Изменить». Первое, что я хотела бы вам рассказать, это как изменять тип диаграммы. Мы выбрали интересующую нас диаграмму. Идем в раздел «Диаграммы». И выбираем, например, круговую диаграмму. Жмем здесь, выбираем «Преобразовать в тип круговая диаграмма». И видим, что немножко другое отображение получилось, да? Здесь, чтобы получить такой вот тип, да? Я вам говорила, что у вас другая диаграмма, вам нужно просто взять и выбрать вот такой ключевой показатель и перенести ее сюда, нажать «Преобразовать». Давайте теперь сделаем так, чтобы это все было подписано прилично. Мы жмем кнопку, мы выбрали диаграмму вот эту, да? С суммой, с общей суммой расходов. Выбираем «Показать заголовки». И пишем, что это расходы на мобильную связь. Затем… А, и здесь отображается 425К. Это округленное значение. Мы можем его сделать более точным, выбрав число. Можем сотыми, а можем без сотых. Затем мы переходим на другую страницу, на другую диаграмму, где считается, идет подсчет под номером телефонов. Мы здесь точно также выбираем «Топ популярных номеров телефонов». И мы видим, что у нас изменилось название диаграммы. Обратите внимание, что у нас они фактически подсчитаны в алфавитном порядке. Мы можем их отсортировать, как там удобно. Например, вот так. Кстати, здесь есть виды автоматической сортировки, а есть виды сортировки, например, по выражению и другие варианты, с которыми мы разберемся позднее. Продолжаем приводить в порядок. Я оставлю только метки. И на оси Х, и на оси У. И давайте сделаем так, чтобы у нас отображались цифры. И здесь тоже для того, чтобы цифры отображались, мы будем выбирать число. И снова в разделе «Вид». Мы выберем представление. Выберем метки значений. И у нас автоматически они подтянутся. Кстати, вот здесь вот в разделе «Представления» можно выбрать вот такой, например, горизонтальный. Тоже весьма удобно. И последнее, с чем нам надо разобраться, это определить, сколько гигабайт интернета израсходовалось на музыку, соцсети и серфинг. Мы здесь тоже начнем с того, что приведем в порядок диаграмму. Ох, прошу прощения. Возвращаясь к предыдущей диаграмме, у нас была задача определить топ-3 любимых номеров. Мы можем их определить просто на глаз, потому что их всего три, а можем ограничить технически. Мы выбираем раздел «Мер». А, нет, вру. Мы выбираем раздел «Измерений». Здесь есть ограничения. Выбираем фиксированное число и указываем, что нам необходимо показать три. И мы увидим два номера и другие популярные, и другие номера. Мы убираем галочку с «Показать другие». И мы увидим, что самыми популярными у нас оказались первые, вторые, третьи. Переходим к третьей диаграмме. Тоже переводим ее в человеческий вид. и сломанным. Вот поэтому может сделать. А мы назовем ее. расходы по типу расходов так расход интернета и здесь у нас тоже опять у нас нет точной информации у нас указывается к это не очень удобно мы выбираем точное значение и вот мы можем точно сказать что у нас ушло тридцать четыре тысячи пятьсот тридцать девять мегабайт на соцсети 2495 мегабайт а серфинг и 464 мегабайта на мобильную связь переходя в принципе мы можем если мы посмотрим саму задачу дата задача стоит посчитать сколько гигабайт мы просто укажем изменим формулу и разделим на 1024 соответственно увидим на серфинг ушло 2 гигабайта 34 на соцсети на музыку и телефон ноль на телефон в принципе не шел расход чтобы видеть точно да ну вот мы видим что 0,45 сотых ушло на музыку все мы жмем готово сохранить для удобства можно еще прикрутить фильтр фильтр мы можем вставить все что угодно можем указать номер телефона можем указать расход мегабайтов можем указать тип расходов например я не знаю цена за одну единицу готово и вот увидим вот например номер телефона который заканчивается на 05 на него ушло на мобильную связь на разговоры с ним 61 рубль было с ним три звонка а если мы выберем например первый второй третий мы снимем с четвертого получится 420 рублей расход но мы можем полностью связь снять этот фильтр и и выбрать например только серфинг мы увидим что на серфинг ушло 250 рублей можем выбрать только музыку на нее идет 46 на соцсети 3 454 а на телефон 497 с расходом интернета да мы можем увидеть что вот три самых больших больших расходы принесли нам расходы три самых сессии которые потребили больше всего интернета мы на них потратили 847 рублей в общей сложности она самую большую 348 вот так и это был расход на соцсети ну и собственно говоря мы перейдем к выполнению следующих заданий за заданий со звездочкой давайте посмотрим какие нам еще доступны функции мы можем например создать новый лист да или мы можем изменять существующий лист мы можем зайти в обзор приложения да увидите список всех листов которые существуют мы можем зайти в диспетчер данных посмотреть что у нас есть посмотрите вот есть позднее мы научимся еще лучше формировать диаграммы различные визуализации и одно из последних заданий у нас будет по созданию историй вы можете зайти в редактор загрузки данных здесь есть также автоматически созданный раздел там если мы его разблокируем мы сможем внести изменения здесь есть модель данных мы видим сколько у нас таблиц как они друг с другом связаны в данном случае здесь только одна таблица но это тоже дело мы можем снова открыть хаб вернуться в наше приложение мы можем добавлять данные да опять же мы можем с компьютера или откуда-то еще ну собственно говоря ну естественно здесь есть справка о программе это основные в основном то все то что мы видим здесь попробуйте сами поиграть с программы это может быть весьма интересно в общем приглашаю вас поиграть с данными поиграть по нажимать разные кнопки посмотреть что изменится всего доброго до встречи при решении задач следующих дней и и и и и и и и